Идет? Это кто? Бенкс? Бенкси. Да, давай, ребята. Меняй. После Бенкси будет Эрска. Это автор идеи Первого Вячеслава. Первый Вячеслав работает в Коммерческом банке. И у нас возникла идея создания Бенкси, потому что ситуация в Украине сложилась так, что в банковской сфере коммерческие банки на ежедневной основе отправляют на Банк Украины свои данные. Это огромные массивные информации, которые должным образом не обрабатываются. И это оставляет возможность коммерческим банкам только опираться на свои внутренние данные и не видеть общую картину рынка. Какая проблема из этого получается? То, что банки делают много неверных решений. На конец прошлого года из-за неверных решений банковская система Украины потеряла 934 миллиарда гривен. И если мы уменьшим хотя бы это значение на 1%, это уже приличная сумма. Что мы предлагаем? Было недавно утверждено постановление Кобедита министров номер 835 о том, что данные по финансовой отчетности банков должны быть в открытом доступе. На данной этапе это всего лишь часть данных. Мы будем через АПИ подключаться к этим данным, проводить на ежедневной основе анализ и выдавать это в виде отчетности МБУ и другим коммерческим банкам. Что нам для этого нужно? Мы хотим получить содействие в получении АПИ на базу данных МБУ. И таким образом выиграет как экономика Украины, как коммерческие банки. И мы можем получать, например, за один отчет до 10 тысяч рублей. Наша команда это Пирогут Вячеслав, он работает в банковской сфере. Николай Чайко, программист и маркетолог Утвенко Андрей, программист студент экономического факультета, Кухтий Дмитрий и Зорий Герякин. На этом все. Спасибо вам. Создана система отчетности, которую вы хотели продемонстрировать в презентации. Сейчас покажем. Давайте дальше. Вопросы. Какие данные вам нужны? Самые главные данные это данные финансовой извленности, которые передают щедневно коммерческие банки в МБУ. Эта информация по сути баланс банка, на котором отображается объем денежных средств, которые находятся в распоряжении банка в конкретный период. То есть если у нас будут такие данные ежедневно, мы можем по сути анализировать активность банка за определенный промежуток времени, который интересен нашему заказчику. То есть, условно говоря, если есть необходимость вывезти продукт на рынок, то у менеджера банка может воздействовать банков. А какой объем этого? То есть, если речь идет о новом кэш-кредит, как мы знаем, на данный момент придет кэш-кредитование всего лишь 5-6 банков. Объем его рынка кэш-кредитования около 200 миллионов гривен ежедневно. Если у нас будет информация о том, кто вывезет эти 200 миллионов, мы можем предоставить информацию банку, который хочет выйти на этот рынок информацию о том, на что он может рассчитывать. То есть, какую долю от этого рынка он может получить в случае, если его продукт действительно понравится конечному пользователю гражданину Украины, и услуга будет пользоваться спросом. Хорошо. Я говорю, спасибо. А есть еще другие вопросы? А зачем это? Ваш проект зачем? По сути, существует два момента. Первый момент – это коммерческая выгода самих участников проекта. Вторая выгода – это выгода экономики Украины. Давайте начнем с выгоды экономики Украины. Как мы знаем, банковская сфера сейчас в самой лучшей ситуации находится. То есть, за прошлый год прямые убытки банков – это 70 миллиардов гривен. Здесь можно поспорить, сказать, что не все эти 70 миллиардов связаны с тем, что аналитики у коммерческих банков не было. Но можно вывести конкретные кейсы, из которых сделать вывод по поводу того, что если бы аналитика была, деньги можно было бы сохранить. Допустим, можно привести пример банка Киев, с которого буквально за один месяц было выведено около 2 миллиардов гривен, и банк очень быстро подкрочен. Если бы была бы аналитика по дневну, то, скажем так, партнеры банка Киев, которые, условно говоря, не в теле, могли бы быстро сориентироваться и быстро принять решение по тому отступу, как это было. Сейчас на данный момент решения принимаются в банковской сфере через ВКонтакте. То есть, условно говоря, у какого-то определенного руководителя есть. Ну, мы понимаем. Не на основе этого. Хорошо. Ребята, ну, надо было ответить всю эту презентацию. Если у вас будет достаточный запас прочности и наглости, сможете это где-то показать еще в жюри дальше. Но надо двигаться дальше. Спасибо. Я надеюсь, что у других команд не будет таких проблем с презентацией. Сейчас мы выделим пару минут для того, чтобы настроить. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.